Вести Карачаева, Черкесия 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 Вместе с представителями профильных Министерств и родительской общественности Посетили школу номер 3 Города Черкеска Какие выводы они сделали Побывав на объекте Рассказала председатель Общественной палаты республики Елена Лешова Мы увидели, что работы ведутся Что они не стоят уже хорошо Уже большой плюс Во-первых, увидели, что подрядчик Заинтересован и готов к работе И нам обещает И говорит, что он четко выполнит 1 сентября, что мы и проверим В этом году в республике Откроется около двух десятков Центров точка роста Сейчас в Карачаевой, Черкесии Их функционирует 113 А в текущем году добавится еще 18 Благодаря их работе Порядка 1400 школьников Из сельской местности Получат площадки для творчества и общения Попробуют на практике Профессии инженера, робототехника Программиста, шахматиста, химика и биолога Будут самостоятельно изучать Творить и создавать Откроют новые возможности Найдут для себя новые увлечения С января этого года Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов На человека могут получать Ежемесячную выплату И средств материнского капитала На любого ребенка до трех лет В семье, независимо от очередности рождения Ранее такие выплаты Можно было оформить только на второго ребенка До трех лет Условия назначения выплаты Остались без изменений Получать выплату могут семьи Со среднедушевым доходом Не выше двух прожиточных минимумов в регионе Выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости То есть не учитывая имущество семьи И не применяется правило нулевого дохода Благодаря программе по переселению Сейсмически неустойчивого жилого фонда В Черкесске в этом году Жильцы нескольких домов получат новое жилье В прошлом году по этой программе Переселено 190 семей Приводить обветшавшие здания в порядок Экономически нецелесообразны И поэтому жильцов переселяют В новостройки в северном микрорайоне Черкеска Сообщил заместитель мэра города Завур Тугов На сегодняшний день управлением жилищно-коммунального хозяйства Мэрии города Черкеска Проводится визуальный осмотр Порядка 40 домов Расположенных на территории города Черкеска После того, как при визуальном осмотре Выявлены наличие сейсмонеустойчивости дома Заказывается заключение Экспертная организация Которая уже дает свое юридическое заключение В случае, если дом признается сейсмонеустойчивым Или экономически нецелесообразным Для восстановления Данный дом включается в постановление мэрии Подлежащим к переселению Мэрии города Черкеска В декабре 2022 года Дан старт к переселению Жильцов и нанимателей Многоквартирного дома Расположенного по адресу Гутякулова 5 По которому на сегодняшний день Ведется прием документов Заявлений Которые впоследствии будут выведены На комиссию Уже для заключения договора Мены с нанимателями И собственниками данных жилых помещений В рамках реализации программы По переселению жильцов и нанимателей Многоквартирных домов Которые попали в программу переселения Это те дома Сесьма усиления Которых невозможно Или экономически нецелесообразно Ведется мэрия муниципального образования Города Черкеска С 2020 года На сегодняшний день Практически Реализована программа По переселению Собственников и нанимателей Семи многоквартирных домов Это дома расположены По улице Крайняя 41 Октябрьская 12 Октябрьская 14 Крупская 73 Зеленая 42 Димиденко 155 И Доватора 58 Новые электрокардиографы Получила поликлиника Зеленчукской центральной районной больницы В рамках нацпроекта здравоохранения Техника эта высокоточна И может работать в условиях повышенной нагрузки К тому же компактна Весом не более полутора килограмм Комментирует информацию Главный врач больницы Анатолий Величко Новое оборудование Повышает возможности Первичного звена здравоохранения На данном этапе Это основное то, что нам нужно Потому что профилактика И предупреждение болезни Более значимы По своей эффективности Чем уже лечение Тяжелых или запущенных случаев На курорте Архиз Возобновила занятие Спортивная секция По экстремальным видам спорта Предусматривающая Обучение детей От 5 до 13 лет Горным лыжам Сноуборду И роликам В зимний период Скалолазанию И альпинизму В летний период На курорте С прошлого года Функционирует Спортивная секция Детей обучают Высококвалифицированные Инструкторы Прошедшие Всю необходимую подготовку В Республиканской детской библиотеке Имени Сергея Никулина Завершился ремонт здания Основные работы Завершились еще в декабре Прошлого года И теперь учреждение Готово принять Юных читателей Специально для них Запустили познавательную программу Первые шаги В мире искусства В рамках проекта Ребята узнают Много интересного В формате Интерактивной игры Жители Карачаева-Черкесии При поиске вакансий Могут столкнуться С новой схемой обмана Когда мошенники Представляются работодателями Злоумышленники Рассылают по электронной почте Через СМС Или мессенджеры Сообщения С привлекательными условиями работы Высокая оплата труда Гибким графиком Простыми задачами Зачастую речь идет О продаже товаров И услуг на маркетплейсе Соискателю предлагают Перейти по ссылке Которая ведет В мессенджер Там уже с потенциальной жертвой Вступают в переписку Менеджеры По подбору персонала Которые могут запросить У клиента Конфиденциальную информацию Данные банковской карты Номер мобильного телефона Затем якобы Для регистрации Активации аккаунта Для работы на маркетплейсе Человеку предлагают Внести вступительный взнос К примеру 500 рублей Однако на самом деле Эти деньги попадают К мошенникам Как и данные банковской карты И номер телефона Которые злоумышленники Могут использовать В своих целях О правилах кибербезопасности Напоминает начальник отдела Отделения Банка России По Карачаево-Черкесии Ольга Щекланова Если гражданин Получил предложение О работе С требованием Оплатить какие-либо Услуги Товары Зарезервировать вакансию Или провести Другие платежи То скорее всего Он имеет дело С мошенниками Не стоит отвечать На такие сообщения И тем более Передавать незнакомым людям Персональную информацию Данные карты Ее владельца Трехзначный код С обратной стороны Или код из СМС Кроме того Ни в коем случае Не стоит переходить По подозрительным ссылкам Или вводить свои данные На неизвестных ресурсах На сайте Банка России В разделе Противодействия Мошенническим практикам Можно найти более подробную информацию О разнообразных Мошеннических схемах И о правилах Безопасного финансового поведения В целях подготовки К пожароопасному сезону Этого года Лесничество Лесхоз И лесная пожарная охрана Республики Провели межведомственное совещание Подготовка К пожароопасному периоду Начинается задолго До календарной весны Контроль ведется В разрезе Каждого муниципального образования Уже сейчас Под ведомственными Региональными Минприродоучреждениями Началась подготовка Планов тушения пожаров Проведения профилактических мероприятий А также проверка Готовности сил и средств К тушению лесных пожаров В прошлом году В Карачаево-Черкесии Не было допущено пожаров Итоги деятельности Карачаево-Черкесской Территориальной подсистемы Единой государственной системы Предупреждения Ликвидации чрезвычайной ситуации В 2022 году Подвели в Черкесске На расширенном совещании МЧС Об итогах года Рассказал начальник управления МЧС России По Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко В 2022 году Спланировано и проведено Шесть заседаний комиссии По предупреждению Ликвидации ЧАЭС Более 960 мероприятий Оперативной подготовки Различного уровня В 2022 году На территории республики Произошли две Чрезвычайные ситуации В которых пострадало Более 1000 человек К счастью без погибших Ущерб составил Более 20 миллионов рублей Кроме того Зарегистрировано Пять социально значимых Происшествий Что на 54% меньше Чем в предыдущем году Вместе с тем Они имели Свой общественный резонанс Прокуратура республики Направила в суд Уголовное дело В отношении Участниц Организованной группы Обвиняемых В незаконном обороте Сильнодействующих Веществ И легализации Свыше 12 миллионов рублей Полученных Преступным путем Информацию Прокомментировала Старший помощник Прокурора республики По взаимодействию Со СМИ И общественностью Елена Дармаграева По версии следствия Обвиняемые В период с апреля По июнь 2020 года Являясь Участницами Организованной группы Приобретали Хранили И осуществляли Перевозку Избыт Сильнодействующих Веществ Посредством Размещения Их в тайниках Закладках Оплата За покупку Сильнодействующих Веществ Поступала На банковскую Карту Которая Находилась В пользовании Одной Из обвиняемых В целях Регализации Денежных средств Полученных Преступным путем Злоумышленница Часть денег Обналичила А также Производила Операции По переводу Денег на счета В кредитных Организациях Открытые На ее имя Осуществляла Приобретение Различного Имущества От имени Третьих лиц Таким образом Ею были Легализованы Деньги На сумму Свыше 12 Миллионов Рублей Противоправная Деятельность Обвиняемых Была пресечена Сотрудниками Правоохранительных Органов В июне 2020 года Уголовное дело Направлено В Черкесский Городской суд Для рассмотрения По существу В Карачаево-Черкесии Заработала Федеральная система Безопасности И контроля Автотранспорта Паутина Которая позволяет Выявить Из транспортного Потока Нарушителей Новая система Объединила В себе Все преимущества Всех предыдущих Систем фиксации Дорожных Правонарушений Об этом Рассказал Начальник Центра Автоматизированной Фиксации Административных Правонарушений Области Дорожного Движения ГИБДД МВД По Карачаевой Черкесии Руслан Бастанов Данная система Данная система Внедрена МВД России Для оперативного Реагирования Сотрудников МВД При выявлении Разного рода Нарушителей Которые нарушают Правила дорожного Движения Также совершают Какие-то Противоправные Либо преступные Деяния Данная программа Объединила В одно Виртуальное Пространство Все комплексы Фото и видео Фиксации Установлены На территории Российской Федерации Карачаево-Черкесия Стала частью Большого Федерального Проекта Ориентации На местности Изучаем Культурную Карту Страны Это цикл Передач Которые Выходят В эфире Радиокультура Радио Россия Проект Презентует Культурный Ландшафт Регионов Страны Вещание О культурном Многообразии Карачаевой Черкесии Ведется С 23 Января По 3 Февраля В частности За минувшую Неделю Рассказали О Республиканском Историко-культурном И Природном Музее-Заповеднике Имени Марии Байчоровой Государственной Филармонии Карачаевой Черкесии Ногайском И Абазинском Драматических Театрах И Республиканском Ансамбле Танца Две недели В эфире Культурная История Места Театр Кино Музыка Современное Искусство Литература Традиции Парумасла И многое Другое В роли Рассказчиков Все те Кто в своем Родном Регионе Создают И поддерживают Культуру С одной стороны Наша огромная Страна Объединена Общим Культурным Кодом Но с другой И это самое Интересное Каждый регион Каждая область Имеет свою Специфику Что влияет На локальную Культуру Говорится В информации Радиостанции Записи выпусков Можно найти На платформе Смотрим.ру Первая Межрегиональная Выставка Сокровища Земли Нартов По мотивам Карачаево-Балкарского Героического Эпоса Нарты Открылась В музее Изобразительного Искусства В столице Кабардино-Балкарии Передвижная Выставка Прибыла Из Карачаевой Черкесии В Нальчике Пробудет До 10 февраля Затем Отправится В другие регионы Представленные Работы Демонстрируют Эпические Образы Персонажей Героев Нартиады И их быт Рассказала Заместитель Министр Культуры Кабардино-Балкарии Аминат Карачаева Современные Наши художники Замечательные Наши художники Балкарии И Карачаев Представили Свои работы Свой взгляд На Нарский Эпос И благодаря Их таланту Их творчеству Их пастерству Мы имеем Прекрасную возможность Сегодня соприкоснуться С теми Величайшим Памятником Национальной Культуры 4 февраля В Республиканской Государственной Филармонии Состоится Вечер-концерт Памяти Великого Актера Музыканта И поэта Владимира Высоцкого В этом году Ему исполнилось 85 лет Песни и стихи Владимира Семеновича Прозвучат В исполнении Музыкантов Сергия Зубарева И Дениса Непочатых Экспрессия Исполнения Песен на гитаре Тембр голоса И харизма Сергия Зубарева Вернут Ностальгические А интересные Аранжировки В солосопровождении Виртуоза Дениса Непочатых Добавят уникальности К оригинальному Исполнению Самых лучших Песен Владимира Высоцкого В эти дни В выставочном Павильоне Карачаево-Черкесского Историко-культурного И природного Музея-Заповедника Проходит выставка Уникальное Культурное наследие Народов Карачаева-Черкесии Выставка Знакомит С основными Занятиями Образом жизни И традициями Народов Республики Каждый Из этих Экспонатов Демонстрирует Искусство Местных Мастеров Тонкий Вкус Носителей Культуры Формируя Поистине Сокровищницу Благодаря Которой Мы можем Сегодня Познакомиться С богатым Культурным Наследием Этих Народов Рассказала Старший Научный Сотрудник Сектора Современной Истории Музея-Заповедника Ольга Холодова Для посетителей Представлены Этнографические Материалы Рассказывающие О духовной И материальной Культуре Субъектообразующих Народов Нашей Республики Это предметы Быта Изготовлены Из дерева Керамики И металла Вышитые Платки Фивелирные Украшения Такие как Нагрудники Пояса Все это Дополнено Этнографическими Фотографиями Конца 19-го Начала 20-го Века Фотохудожника Дмитрия Ивановича Ермакова Седьмого По тринадцатого Февраля Во дворце Спорта Юбилейный Черкеска Пройдут Чемпионаты Первенства Северокавказского И Южного Федеральных Округов По тайскому Боксу В состязаниях Примут участие Спортсмены Разных Возрастных Категорий 12 до 40 лет Это все Новости К этому часу С ними Вас знакомил Умарти Киев Берегите себя И своих близких Всего доброго Уважаемые граждане Обратиться по телефону 28 00 56 Или оформить Электронное обращение На сайте губкчр.ру Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова